Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте на канале ИТОН ТВ программа тема дня. Сегодня я веду я Михаил Горин. Мой собеседник, израильский военный обозреватель Давид Шарп. Давид, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Давайте попробуем разобраться, что сейчас происходит в Газе. Потому что раньше сообщений было больше гораздо, они были больше такие структурированные, подробные. Сейчас вот человеку, который далеко от военного дела, трудно составить полную картину того, что там происходит. Давайте попробуем, глянем на условную карту и пройдемся с севера на юг. Северная часть Газы, где 27 октября началась большая сухопутная операция общевойсковая, эта северная часть остается отрезанной от центра и от юга коридором, таким территориальным коридором, именуемым так вот, коридор Ницарим по названию когда-то существовавшего израильского поселения в этом месте. Значит, то есть речь идет о том, что Газа здесь перерезана с запада на восток или с востока на запад, и этот коридор контролируется бригадой Нахальб, да, Нахальб в данный момент, через него не допускаются те, кто находится на севере, на юге и в центре, не допускается их возвращение на север, это очень важный момент. И наоборот, если кто-то хочет уйти с севера, то всегда пожалуйста. И вот тут мы переходим к тому, что происходит, собственно, в северной части, вот отрезанной от остального. Значит, там находится около 100 с чем-то или 150 тысяч тех, кто не ушел с основной частью местного населения. Это была большая недоработка нашей армии. Впрочем, эти люди, они находились в всякого рода уоновских убежищах, те, кто остался. И то, что они не ушли, создает значительные помехи. Почему? Потому что среди них легче раствориться тем нескольким тысячам террористов, которые, хамаса, которые не были добиты в рамках общевойсковой операции и которые там остались. То есть они находятся как, собственно, в убежищах и туннелях, кто где. И, конечно же, среди вот этого населения стоит хамасовцу положить автомат в сторону, и он выглядит как обычный гражданский, тем более, что в военной униформе хамасовцы почти с самого начала в основном не воевали. Так вот, и вот в этой северной части Израиль действует двумя способами. Во-первых, по мере вскрытия каких-то целей, будь то одушевленные или неодушевленные, по ним наносятся удары с воздуха артиллерией, либо танками, если это в пределах видимости. Но в целом присутствия постоянного наших войск вот именно в севернеотрезанного коридора почти нет. А что происходит? Происходят рейды, когда накапливается немало информации касательно одного района некого, или района города Газа, или небольшого города, или двух районов Газа. То есть боевики вылезли из щелей, там образовалась какая-то попытка организовать гражданскую хамасовскую власть, выявляются новые склады с вооружениями, новые, вернее старые, ранее не тронутые, то туда совершаются рейды крупными силами. И буквально на этой неделе завершился один из таких рейдов. Двухнедельный рейд в один из значимых районов Газа, район Зейтун, силами двух бригад, ну на самом деле не двух бригад целиком, двух бригадных групп и приданных подразделений. Совершен был туда рейд. То есть, как бы сказать, временное, повторное взятие под контроль района Зейтун с целью уничтожения тех, кто поднял голову и выявления разного рода террористических объектов. Итог этой операции 113 вроде убитых, это некая минимальная оценка террористов. Были потери у нас, были захвачены живых террористы и разрушено и нейтрализовано еще 150 объектов. Объекты могут быть самые разные. Место, где хранилось несколько ракет, которые можно было бы запустить по Израилю, в какой-нибудь дом, где были автоматы Калашникова и боеприпасы, средства связи, что-то, какая-то мастерская для производства. Вот такие вот вещи. Рейд завершен, и мы должны ожидать, так как пока тактика не меняется, мы должны ожидать, что в какое-то ближайшее время будет состоиться еще один рейд. Не в Зейтун, так, например, в Саджаию или в Джибалию, в зависимости от оперативной обстановки. Ну, попутно замечу, что как раз незадолго до нашего разговора сообщалось об уничтожении одного из крупнейших туннелей, который был обнаружен в той, в этой части сектора, здоровенного туннеля, о котором уже сообщили еще 16 декабря. Однако его уничтожение, это вопрос был длительный и требовал подготовки, и оно было реализовано сейчас. Так что северная часть газа, это рейды по мере выявления и удары с воздуха и других мест, когда есть какая-то точечная цель. И тут мы переходим в центр. Значит, бойцы бригады Нахак, контролирующие коридор, о котором я говорил вначале, действуют и в сторону, и по необходимости, кроме обеспечения его безопасности, действуют и в сторону севера чуть-чуть, и в сторону юга, то есть центра газа. То есть, где они своей южной оконечностью полосы контроля пересекаются с террористами, которые находятся в недобитом центре. Недобитый центр, это в первую очередь город Диральбалах и лагерь беженцев Нуссерат. По двум местам Муаси и Эльбурейджу армия прошлась в общевойсковом плане и уничтожила там мощнейшие предприятия военной промышленности Хамаса. Но центр вот этот вот Диральбалах пока еще оставили на потом, как и Рафех, на который не было такого. И здесь мы переходим к основному, так сказать, театру военных действий. Это Ханьюнис, город Ханьюнис. В Ханьюнис, по сути, бригада, контролирующая Ханьюнис и другие силы, я имею в виду Хамаса, исламского джихада, в общем и целом разбиты, можно так говорить. Однако те самые очаги, с которыми борются на севере Газы, с этими очагами приходится бороться. И в Ханьюнисе это неизбежное дело. И в Ханьюнисе, кроме, собственно, этих очагов, решили за неимением Рафеха, так как по Рафеху все еще нет решения, решили взять в кольцо и разобраться с неким районом жилым, который не трогали ранее. Это так называемый город Хамедах. Город, это условно сказано, речь идет о примерно 125 этажках. Этаким известным, если сравнивать с израильскими реалиями, этаким амидаровским проектом Катара, эмира Катара, бывшего эмира Катара, который построил для жителей Газы 3000 еженит жилья, чтобы понять масштабы, это примерно метров 750-800 в длину этот район, 125 этажек и 300-350 в ширину, в зависимости от мест. И вот там проживает или проживало тысяч 8, а если не более, человек. По крайней мере, 8 тысяч вышло в первый день. Этот район был внезапно окружен, были нанесены воздушные удары по неким целям, которые представляли ценность. И далее началась фильтрация и ликвидация тех, кто оказывает сопротивление, фильтрация его жителей. То есть 8 тысяч, а на самом деле и более, тут цифры скажут. Потом отправлены были в разные места из этого района, под окруженного десятки, многие, если не сказать больше, задержаны, арестованы, кто-то уничтожен. То есть вот такая вот более рутинная фаза тех операций, которые в Газе предусмотрены после общевойсковой. Ну и Рафех, значит, и остается в качестве, за скобками Рафех, будет сделка, не будет сделки. Если сделка, как считают, вот-вот может быть заключена, хотя последняя информация говорит о том, что она в тупике, и Хамад тянет время. Примитивно тянет время, исходя из того, что Израиль пока не готов вот на эти решительные меры и действует на второстепенных направлениях. Потому что Хан Юнес на поверхности и рейды в северной части Газа, это на данный момент меры второстепенные. Рафех, это был бы удар по последним, или, скажем так, предпоследним, если держать менее значимый Дирель Балахуми, возможностям Хамаса вот такого государственного и военного уровня. Поэтому Хамас понимает, что есть американское давление, что Израилю не хотят давать это довести до конца. И Израиль не решается, пока что-то незавершенно выглядит с заложниками. Я имею в виду договорятся, не договорятся. И вот такие вот дела в секторе Газа. И очень многое зависит от политического решения, по всему, что касается вокруг сделок. Вы упомянули, что хамасовцы применяют тактику, когда они бросают оружие, потом и стараются затеряться среди мирного населения. Ну, тактика не новая, она использовалась еще Батькой Махно, когда его подразделения таким образом тоже скрывались. Ну, вот поступило сообщение, что наши подразделения в центре Газы имеют возможность каким-то образом фильтровать все-таки то население, которое там есть в поисках вот этих самых, ну, не переодевшихся, а затесавшихся средних хамасовцев. Объясните, пожалуйста, как можно в таком хаосе идентифицировать, хамасовец он или нет? Он уже портбилет с собой не носит. Фильтровать могут в тех местах, где либо территория под полным контролем находится, в буквальном смысле слова. Таких мест немного, однако они имеются. И в тех местах, где проходят, сквозь которые, которые, назовем это пропускные пункты, было бы неправильно говорить, но сквозь которые население проходит. Яркий пример, мы в центре Газа, это тот самый коридор, который перерезает. И если кто-то с северной части идет на юг, то можно, например, по фотографиям, по системам узнавания лиц понять, кто перед тобой. И если такие средства задействуются, то есть большой шанс, что будет опознан, если он, конечно, этот человек в базе данных. А базы данных у нашей разведки весьма неплохие, они были очень сильно, я имею в виду шабак и военную разведку, они очень сильно пополнились за месяцы войны, благодаря допросам захваченных живыми и явно набранной новой агентуре из завербованных, потому что эта возможность появилась, и ею воспользовались изо всех сил. А вот в том самом окруженном городе Хамеда, о котором я говорил раньше, тем более там просто окружение и полная фильтрация, когда местные жители проходят, соответственно, те, на кого есть информация, или те, насчет кого почему-то возникнет подозрение спонтанным характером, значит, те задерживаются, и далее информация проверяется. Ну и, конечно, когда какие-то штурмовые действия или резкие заходы в те или иные места происходят, то да, вот они местные, вот человек, который либо в розыске, либо задерживаются до выяснений. То есть это не безнадежная задача? Это не безнадежная задача в тех местах, где ситуация позволяет, а где место не под контролем, или ты не пропускаешь сквозь себя какие-то количества населения, это безусловно сложно. То есть это даже, я бы сказал, невозможно. Без определенной степени контроля ты не можешь. Естественно, человека отфильтровать. Но вот эти пропускные горлышки, бутылочные, о которых мы сейчас говорили, они пример того, где это можно сделать. Вернемся к ситуации с заложниками и вероятной сделке по их освобождению. Там действительно, как всегда, поступает очень противоречивая информация. Вроде бы сегодня, когда мы с вами разговариваем, появилось сообщение, что Хамас в последнюю минуту застопорил ситуацию. И высказывается такое предположение, что Синуар это делает для того, потому что он ждет начала Рамадана, ситуации, обострения ситуации, как следствие на Храмовой горе, которая, как предполагают наши эксперты, может действительно привести к очень серьезному обострению внутри Израиля. Насколько вероятен такой сценарий, по вашему мнению? Ну, во-первых, конечно же, логика у Синуара, который сейчас где-то, будучи преследуемым, будучи приоритетной целью для уничтожения, находится где-то под землей, может даже в Хан Юнессе, прямо под ногами израильских солдат. Сложно прикидывать, что именно он думает. Однако Синуар хочет большего. Это понятно. Во-первых, торопиться он, видимо, не считает необходимым. Поэтому, пока Израиль не атакует Рафех, в общем-то, нет причин, а почему ему торопиться, собственно говоря. Последний козырь Хамаса еще не под ударом, а рутинные или полурутинные действия израильской армии в Кан Юнессе и на севере, это не что-то сверх из ряда вон выходящее, что заставит его избавиться от важных козырей. Поэтому он хочет, он понимает, что израильское общество, правительство подвержено давлению, как изнутри политическому, так и семьями и тех, кто к семьям, что называется, использует горе семей для каких-то своих нужд. Во-вторых, давление Соединенных Штатов, которые прямым текстом хотят то, чего хочет и Хамас в данном случае. Я имею в виду прекращение войны и как минимум длительного перемирия. Поэтому выжать максимум, когда нет прямой угрозы, это напрашивается для Синуара. Естественно, он может в душе рассчитывать и на то, что во время Рамадана произойдут какие-то, во-первых, Израиль, опять-таки, из-за давления и собственной осторожности воздержится от каких-то действий, а раз так, то ему еще месяц можно подождать, никто никуда не денется. Ну и кроме всего прочего, возможно, он не оставляет надежды на то, о чем вы говорили, на то, о чем предполагают, что удастся то, чему ему не удалось 7 октября привести к массовым беспорядкам в Израиле, каким-то другим нападениям на Израиль извне, на израильтян где-нибудь во всем мире. То есть то, на что он очень рассчитывал 7 октября, ну, по идее, очень рассчитывал и произошло в минимальном, на минимальном уровне. Возможно, он надеется, что этот шанс будет сейчас использован. В любом случае, переговор, упорство на переговорах, это не новость со стороны Хамаса. И затяжка времени выглядит с их точки стороны логичной, пока Израиль бездействует. И на мой взгляд, бездействует относительно, конечно. И на мой взгляд, поэтому правильнее было бы, если уж хотят как-то подавить дополнительно на Хамас, было бы правильно, на мой взгляд, заставить, начать эвакуацию местных жителей из Рафиаха, то есть продемонстрировать, что Израиль идет к операции, и предпринять меры, чтобы, ну, то есть заставить их уходить, начать их заставлять, сделать им предложение уходить. И тогда бы это выглядело достаточно серьезным инструментом давления, что либо операция начнется, когда они уйдут, но если будет заключена сделка, значит, ничего с ней случилось, значит, они вернутся. Когда же этого не происходит, то сама по себе операция, возможность ее начала отдаляется. Когда, понятно же, ведь, что она начнется, только если вот эти меры уже будут предприняты. Пока их даже не предприняли, понятно, что до операции довольно далеко. То есть, неважно, это дни, это несколько дней, это что-то. А вот такой вот шаг бы стал инструментом давления, а в случае не заключения сделки, дало бы возможность Израилю начать операцию фактически немедленно. Но почему-то это не делается. Либо это ошибка, либо есть какие-то другие соображения. Последний вопрос по поводу ситуации на севере. Каждый день практически приходят сообщения о том, что обстреливается израильская территория, то Израиль в ответ, или наоборот, тут уже все запутались, кто куда, кто в ответ стреляет, а кто первый, занимается точечным уничтожением и достаточно успешно, судя по всему. Сегодня вот было сообщение, что было обстреляно Кириад Шмона и было прямое попадание в дом. Скажите, пожалуйста, но дальше вот этих взаимных обстрелов мы не двигаемся. Это опять-таки вся ситуация, что называется, подвисла из-за того, что никак не решается вопрос заложниками, а, соответственно, непонятно, как Израиль дальше действует в Газе, или это вообще отдельная история, и там все развивается по своему сценарию? Эта история и отдельная, и все-таки завязанная на Газу тоже. Завязанная и по военным причинам тоже. Например, если есть решение об большой, я имею в виду, израильское инициированное решение, я не имею в виду случаев, когда неконтролируемая эскалация переходит к войну, что тоже возможно. Возможно, контролируемое решение Израиля начать большую войну должно быть принято, если оно будет принято, это очень непростое решение, в оптимальных для Израиля условиях. Оптимальные условия, например, это минимум необходимости задействовать войска в Газе, то есть тут варианта два, либо прекращение огня, длительное во время сделки, либо операция общевойсковая фаза завершена. Важно, это может быть увязано с тем же Рафехом, который, если собираются, я очень надеюсь, собираются дубить, что называется, Рафех, то желательно это сделать до войны в Ливане большой, если будет такое решение, потому что война в Ливане может привести к тому, что либо не дадут, либо будет не до того. То есть вот такого. То есть нельзя Рафех, скажем так, пренебрегать завершением полноценной общевойсковой операции в секторе Газа. Заложники тоже. То есть возможно, если начать большую, все-таки на мази считают сделка, то вот желательно бы ее уже начать или как-то завершить, чтобы не оказалось, что это сорвет усилие на этом фланге. То есть в общем, увязка, безусловно, есть и военная, и, назовем это, военно-политическая. И кроме того, есть более приземленные факторы. То есть приземленный фактор это и погода, например. Если есть желание, в рамках мощной операции в Ливане подразумевается агрессивный масштабный сухопутный маневр. Заход в Южный Ливан. Без этого абсолютно нельзя. Это само собой разумеется, если идет настоящая большая война. Естественно, в этом случае важно несколько факторов. Готовность подразделений, я имею в виду с точки зрения проведения учений. Это, естественно, негласная информация. Однако, если есть желание провести кого-то через еще и еще учения, то это время. Готовность техники, которая активно действовала, могла быть изношена, повреждена и так далее, и так далее. Технику нужно желательно привести в порядок. И, например, погодный фактор, когда, если в случае дождливых недель и дней в Южном Ливане и на севере Израиля, активный маневр может быть относительно затруднен. То есть, к чему я веду? Есть целый ряд факторов, которые влияют на принятие решения, кроме самого принципиального момента. Идет ли Израиль на большую войну? Если такое принципиальное решение будет принято, вот эти побочные факторы, они очень важны. И поэтому, если решение может быть принято, неважно, сделают шаг реальный на практике, будет осуществлен через две недели или через шесть недель. Важно, так сказать, сделать это в оптимальный для себя момент. А пока все продолжается так, как вы описали. И опять-таки, если это ничем хорошим не кончится, я не знаю, чем-то хорошим это кончится, не можете. Правильными выводами и правильными делами не кончится, то это будет крайне, скажем так, сказать, что это будет крайне мощный негатив. Это ничего не сказать. И наоборот, если в итоге правильные решения будут приняты, то некоторая задержка, которую мы наблюдаем сейчас, задним числом не покажется каким-то знаком минус, хотя сегодня это кажется очень многим знаком минус, мол, что же мы терпим такое неделю за неделей, месяц на месяц. Однако, если все будет сделано в итоге правильно, это будет оправдано. Ну и наоборот. Давид, спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был израильский военный обозреватель Давид Шарп. До свидания. До свидания. Всего наилучшего.